Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы беседуем с первыми лицами Рязани, обсуждаем самые актуальные городские вопросы и проблемы. Сегодня наш собеседник, глава администрации города Виталий Артемов. Виталий Евгеньевич, здравствуйте! На этой неделе вы отчитались перед депутатами Рязанской городской думы за 2013 год за работу администрации в 2013 году. И сегодня предлагаю то же самое, может быть, чуть покороче отчитаться перед нашими телезрителями. Итак, каковы итоги 2013 года, если вот так в общем, но в то же время коротко? Вы знаете, Евгений, ну, наверное, 2013 год можно к нему относиться неоднозначно. Если брать по экономике, это, я считаю, один из главных приоритетов развития города, то по количеству отгруженных товаров и услуг город Рязани заняло четвертое место в Центральном федеральном округе. Общий объем составил 153 миллиарда рублей. По инвестициям в экономику города мы заняли третье место после Калуги и Ярославля. И общий объем инвестиций составил 31 миллиард рублей. Ну, и, наверное, что приятно, впервые город Рязань попал в тридцатку городов, удобных для ведения бизнеса по оценке журнала Forbes. И основная задача 2014 года, ну, и одна из главных задач, одним из главных приоритетов, конечно же, в развитии экономики, наверное, импортных замещений, привлечения новых инвесторов в город Рязань. Для этого есть все условия в городе. Мы готовы сотрудничать с теми, кто к нам будет приходить. И у нас появились две площадки, промышленные площадки, свободные, куда мы могли бы привести новые производства. Одна площадка площадью 18,5 гектара, вторая — 4 гектара. Будем взаимодействовать вместе с правительством Рязанской области, вместе с корпорацией развития, чтобы привести сюда производство. Это очень важно. Это новые рабочие места, это ДФЛ, это новое поступление в бюджет города Рязань. Вообще, 2013 год, наверное, мало чем отличался от лет предыдущих в том плане, что основные задачи все те же. Это новые места в детских садах, новые места в школах, это приведение города в порядок, это развитие транспортной инфраструктуры, да, это ремонт дорог. То есть, в общем-то, ничего нового, никаких каких-то таких кардинальных новых задач перед администрацией города не стояло. Ну, я бы не сказал бы, чтобы не стояло новых задач. Мы помним, что в 2013 году были выборы в Рязанскую городскую думу. И, конечно же, на встречах с горожанами ставились те задачи, на которые, может быть, мы мало обращали внимания или только были там в начале пути. Ну, например, наши парки и скверы. Мы только в 2013 году приступили к их обустройству. Первый парк сделали на улице вокзальной, поставили памятник Чумаковой. Второй парк – это парк имени Маргелова, и тоже поставили памятник Маргелову. Много ставилось вопросов по центральному парку Рюминская роща, и мы уже приступили к его реконструкции. Сейчас занимаемся ремонтом коммуникации перед тем, как делать благоустройство. Сделали проект первого этапа реконструкции, и уже в конце апреля, в начале мая его представим на согласование к жителям, чтобы можно было уже поставить окончательную точку по первому этапу, что надо делать. И приступим к выполнению первого этапа. В том году люди нам задавали вопрос, что будет с местом на пересечении Веденки и Горького. Мы приложили там сделать сквер, и люди это поддержали, и сейчас видят, что мы там делаем сквер. И, конечно же, зеленым зонам в том году уделялось большое внимание. Мы провели инвентаризацию зеленых зон, посмотрели те пустыри, которые у нас не были оформлены, или те места, которые не были еще оформлены в муниципальной собственности, отмежевали их и через Рязанскую городскую дому поставили к себе на учет. Это то, что касается зеленых зон, то, что касается, наверное, развития дошкольного и школьного образования. Здесь идет плановая работа, но, наверное, можно похвалиться, что впервые за 20 лет была построена школа в новом микрорайоне, и мы сейчас стараемся именно вот эти микрорайоны осваивать. Можно подобрать и слово «комплексно». То есть мы постоянно, практически каждые две недели встречаемся с собственниками земли, с застройщиками, смотрим, как исполняется у нас проект планировки по тому или иному микрорайону, смотрим, где у муниципалитета нет земли, а по проекту планировки там должен быть детский сад, или школа, или какое-то спортивное сооружение. Мы договоримся с застройщиками, которые межуют эту землю и безвозмездно передают эту землю в собственность муниципалитета. Вот если возвращаться к Кольном, была построена 73-я школа, строилась она на 600 мест, сегодня уже там учатся 755 детей. Конечно, у нас не хватает школы в Кольном, не хватает еще одного детского сада в Кольном, а 26-й детский сад мы уже его построили. Комплексный подход к городу, к его обустройству, к его строительству, это, наверное, проходило главным стержнем в 2013 году. К этому мы сейчас вернемся. Я пока хочу отметить такой вот инновационный подход доклада в этом году. Перед ним был показан фильм, в котором, в общем-то, люди, обычные жители города, говорили о тех приоритетах, которые они хотели бы, чтобы были осуществлены, о тех, скажем так, вот такая своеобразная постановка задач людей, администрации города. И в том числе вот по развитию образования тоже было высказано несколько мнений. Давайте сейчас, у нас есть возможность продемонстрировать то, что говорили люди. Мы вот думали, что в этом году не попадем в детский сад. Нам в самый последний момент сказали, что все-таки мы попадаем. Вот, мы попали. И очень хорошо, что попали, очень рады. Вот, еще хочется, чтобы детские сады все-таки были поближе к жилым домам. Мы потому что вот квартиру получили как бы в новостройке, а детский сад от нашего дома как-то не очень близко, как бы приходится ходить. Если очень нужны, и учитывая то, какие очереди, именно в ясельные группы, то есть необходимости, конечно, в детских одеждах, чтобы открывалось больше. Чтобы было побольше персонала в наших детских садах, потому что категорически, мне кажется, катастрофически не хватает нянечек. Ну, вот такие мнения рязанцев. Действительно видно, что проблема очереди в детских садах, она решается. Я бы даже не сказал, что медленно она решается. Это достаточно верно, но в то же время существует проблема нехватки персонала в детских садах, в то же время есть проблема яслей, когда с двух лет далеко не все желающие могут отдать ребенка в сад, а потребность в этом есть. Да, Евгений, мы, я все-таки считаю, что в 2013 году мы много строили, и мы сделали настройки в тех детских садах на Московском, где у нас нет земельных участков для строительства новых детских садов. Это и 115, и 128 детский сад. Я считаю, что они получились вполне достойные. Есть большая проблема с тем, что нам не хватает персонала. 189 вакансий на сегодняшний день существуют в наших детских садах. Если по воспитателям и педагогическим работникам средняя зарплата идет серьезный рост в исполнении указа президента, то, конечно, младший персонал, это нянечки, как и в фильме было показано, которые финансируются чисто из бюджета города. Здесь нам надо в 2015 году бюджет сделать так, чтобы там был существенный рост, потому что мы в этом очень сильно нуждаемся. Теперь к, собственно говоря, комплексному развитию города, комплексной застройке. Об этом тоже говорили люди в фильме, который был показан перед вашим отчетом. Ну, вообще, я здесь проживаю уже очень давно. Район мне нравится, зелено, хорошо было. Вот. Ну, вот в этом доме я живу. И с третьего этажа смотрели на школу. Вот когда стали строить вот этот дом, ну, мягко сказать, было как-то нерадостно. А когда его построили, то каждый раз выхожу на балкон и упираюсь взглядом вот в этот дом. Итак, Виталий Иванович, что же все-таки необходимо сделать для того, чтобы исключить полностью точечную застройку и перейти к комплексному освоению территории? За последние 2-3 года мы изменили подход, и особенно это заметно было, мне кажется, для наших граждан в 2013 году, изменили подход вообще к строительству жилых домов. Мы стали обращать внимание не только на объемы, на то количество, которое мы строим, а в том году мы сдали 361 тысячу квадратных метров и находимся на седьмом месте в ЦФУ. Но стали обращать внимание не на количество квадратных метров, которые мы сдаем, а на качество и доступность жилья. Стали осваивать новые микрорайоны, это 7-й ДПР, 9-й, 10-й микрорайон сзади перинатального центра в Коничево. И там, конечно, идет комплексное строительство. Хорошие дома, эконом-класса, с хорошими площадками, детскими площадками, большое количество парковочных мест. Проекты реализуются только после общественного обсуждения, на котором есть проект планировки территории, когда люди, уже покупая жилье в этих микрорайонах, знают, где будет детский сад, где там будет школа. Когда будет детский сад и школа, я уже говорил, что там про Кольной приводил пример, но можно уже привести такой же пример и про 9-й, 10-й микрорайон. Один из застройщиков, не буду его называть. Сделал проект на детский сад, отмежевал земельный участок и нам уже его передал. Мы можем уже приступать к его строительству, а может быть, приступим вместе с ним, к строительству этого детского сада. То же самое по 7-му ДПР. Уже даже, я думаю, в ближайшее время мы получим земельный участок под школу. И тоже будем вместе его с застройщиками осваивать. Считаем, что вот это самый правильный подход, когда в первую очередь люди знают проект планировки микрорайона. Мы этот проект планировки утверждаем. Проходит он в общественные слушания. Мы слышим от людей замечания. Мы с людьми его обсуждаем детально. И вплоть до зеленых зон, которые там будут, вплоть до того, какие там будут парковки. Вот сейчас в 7-м ДПР мы определяемся, какие там будут места для парковки. Такой подход мы его установили, такой регламент вместе с правительством Рязанской области. Создан совет при правительстве Рязанской области по вопросам города Рязани, по застройке в городе Рязани. В этот совет вошли не только чиновники, как привыкли люди выражаться от города Рязани и от правительства Рязанской области. Туда вошли представители архитектурного сообщества, туда вошли депутаты городской думы, областной думы. Поверьте мне, застройщикам не так легко на этом совете доказать необходимость тех или иных строительств в городе Рязани. Еще одна важная тема – это дороги. Давайте еще раз глаз народу послушаем. Ну как, надо ремонтировать. Ну, ремонтируют. Написали, что вроде Циолковскую улицу будут ремонтировать, Ленка Мсомова, потом Пятую линию даже написали. Первую железнодорожную, улицу Юбилейную, потом Косточево. Кто-то ремонтирует. Ну, хоть хорошие дороги сделают, которые хоть есть, которые есть дороги, их надо сейчас асфальтировать, тогда и по месяцу пробка может будет. Тогда, конечно, развязки надо делать. Ну, вот это вот последняя фраза – необходимо строить развязки. В данный практический момент мы, наверное, изменили подход к ремонту дорог. Перед тем, как приступать к ремонту дорог, мы смотрим, изучаем транспортные потоки, которые есть, и стараемся также в комплексе определить для себя, какие небольшими затратами можно улучшить транспортные сообщения. Ну, например, это путепровод Есенина, который все наши горожане хорошо знают. И у нас был там проект, давнишний проект по ремонту улицы Спортивной. Когда мы изучили транспортные потоки, мы для себя поняли, что на улице Спортивной надо сделать два небольших расширения этой улицы, чтобы там были две полосы в каждую сторону, уже полноценные две полосы. Посмотрели, как можно с улицы Есенина перевоспределить транспортные потоки, поняли, что необходимо сделать ремонт улицы Колхозной и пробить эту дорогу Колхозной с выходом на улицу Новую. Когда мы все смоделировали, мы поняли, что мы таким образом наш путепровод, наша улица Есенина и путепровод освобождаем от какой-то части потоков. И, конечно, надо закрыть поворот на улицу Полевую с Есениной. Вот уже в этом году мы заказываем проект комплексный, чтобы сразу же люди почувствовали удобство от реализации того и иного проекта. Уже напрашивается строительство Славянского проспекта и соединить Братиславскую улицу с Кубешком шоссе, и мы туда при объезде по городу выезжали, смотрели. Я уверен, что в этом году у нас уже проект будет. Мы для себя сейчас прорабатываем проект, или делаем проект, это соединение путепровода через Привозг с Костычево улицей и пробить эту дорогу, и чтобы дальше уже можно было приступить к тому проекту. Я считаю, что он будет один из главных в городе Рязани на ближайшие пять лет. Это строительство дублера Московского шоссе, но не просто параллельной дороги, с выходом ее на улицу Островской, строительство платного путепровода. Мы тоже смоделировали все потоки и понимаем, что он просто-напросто необходим. Виталий Леонидович, ну, подводя итог, резюмируя, хочу поделиться своими впечатлениями от отчета. На мой взгляд, очень важно, что в этом отчете администрация города не отделяла себя от людей, а постоянно подчеркивала значимость, что называется, оценки горожан, и постоянно, скажем так, настаивала на таком интерактивном общении с горожанами. Действительно, власть и люди, это понятие неразделимое, и именно люди делегировали власти заниматься решением своих проблем. Спасибо за теплые слова, Евгений. Это главная цель работы администрации. Я настраиваю всех своих сотрудников, чтобы они понимали, что они работают на людей и для людей. Главное, это чтобы люди участвовали обязательно в обсуждении тех вопросов, которые на сегодняшний день в городе насущны, чтобы люди предлагали, что необходимо сделать, а администрация должна, обсудив эти вопросы, просто-напросто воплощать. Ну что ж, я благодарю вас, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы глава администрации Рязани Виталий Артемов в программе «Лицом к городу» отчет перед горожанами за 2013 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова